До длинных новогодних каникул остаются считанные недели. Страна будет отдыхать с 31 декабря по 8 января. Много это или мало? Те, кому мало длинных новогодних выходных, берут в январе еще и отпуск. А у этого решения есть свои плюсы и минусы. Какие, выяснял наш корреспондент. У тех, кто работает пятидневку, будут законных 10 выходных. Об отпуске в первый месяц года часто задумываются работники экстренных служб и предприятий, где сменный график. Но и даже работники, чей график 5 через 2, готовы продлить новогодние выходные за счет отпуска. Кстати, согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Суперджоп, 62% россиян рады новогодним каникулам. В прошлом же году, возможно, под влиянием пандемии и ковидных ограничений, эта цифра была на четверть меньше. А готовы ли жители Твери идти в январе в отпуск и считают ли его выгодным? В праздничные дни торговля вся дороже намного становится. Куда-то попасть, вот в те же гостиницы, все забито. Так что я не думаю, что это все-таки выгодно. На зарплате сказывается почему. Январь-то идет у нас полмесяца, идет выходных. Конечно, если кому-то оплата идет, то сказывается. Летом лучше отдыхать. Работник может рассчитывать на отпускные деньги, которые получает за каждый день отпуска. Они рассчитываются как средний дневной заработок. Но все же, прежде чем писать заявление на отпуск, нужно помнить о некоторых нюансах. Во-первых, праздничные дни должны дороже оплачиваться, независимо от графика. Статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в размере определенным коллективным договором. Положением об оплате труда или ином аналогичном документе организации. Трудовым договором, но не менее, чем в двойном размере. Вообще, чем больше в месяц праздничных дней, тем не выгоднее отдыхать. В январе все-таки выгоднее отдыхать в праздники, а оставшиеся дни отработать. Ведь в первый месяц года получается самый дорогой трудовой день. Так получается, потому что окла делится на меньшее число отработанных дней, чем в остальные месяцы. А это примерно 15 дней. Простая арифметика. Например, если сотрудник получает 50 тысяч рублей в месяц, один рабочий день в январе будет стоить примерно 3330 рублей. А в другом месяце, где рабочих дней больше, цифра будет почти вдвое меньше. Так не выгоднее ли дождаться, например, февраля? Безусловно, лишние недели отдыха никому еще не мешали. Но домашний бюджет понесет потери. Поэтому прежде чем писать заявление на отпуск, стоит расставить приоритеты. Отдых или деньги. Деньги или отдых.